Добрый вечер Мы представим вам песню Собственно, вы ее наверняка знаете И предваряю, скажу, что автор музыки, композитор у нас в студии Кто из нас громко не горланил эту песню? Автор музыки к легендарной пластилиновой вороне Представляю вам нашего гостя Григория Васильевича Гладкова Добрый вечер, Григорий Добрый вечер Добрый вечер, Григорий И, конечно, понятно, что Григорий написал не только знаменитую пластилиновую ворону А невероятное количество детских песен 50 мюзиклов За что вошел в книгу рекордов Гиннесса Как автор самого большого числа дисков Записанных для детей Пластинок и кассет Да, российский вариант этой книги Причем вариант должен быть публично зарегистрирован Это не просто так вот взяли и все Значит, любой рекорд, он публично регистрируется Этот рекорд регистрировался во дворце молодежи Где сейчас идут бродвейские мюзиклы Там было 4 номинации Самая длинная коса России выходила Потом самый большой валик Какие-то чуваки Чуваки Валик Они выкатили Валик И один мальчик 10 лет 100 раз отжался Причем у него был брат-двойник Который смотрел из-за кулис Он, видимо, уже это сделал Или еще не дотянулся до брата И тот 100 раз, значит, не касаясь ничем отжимался А потом эти диски мои вынесли И, значит, из залпа захлопал Грузовик выехал у нас Захлопал Ну, тогда у меня было, не знаю, 40, может, 50 Я не знаю Это от безысходности Никакого подвига нет Когда пришла перестройка Если считать, что длинная коса Это гораздо больше Когда пришла перестройка Которую мы так долго ждали То закрыли все детские программы Работы вообще никакой не было Просто никакой Были концерты И вот выпуск диска Потому что в советское время была одна фирма «Мелодия» А тут много сразу И у меня выгребли все архивы Плюс я еще что-то сочинял И поэтому диски пошли таким косяком Понятно То есть вы каким-то образом, в общем Не было бы счастья, да несчастье помогло По такому принципу Пошли в книгу рекордов Ну, это уже перебор, честно говоря Лучше бы, если бы остались мультфильмы Спектакли Ну, спектакли еще худо-бедно были Тоже спектакли у меня много Фильмы Все это рухнуло И даже, надо сказать, час не особенно восстановилось Один любопытный факт вашей биографии Диктует нам вопрос Телепередачи-то не исчезли Одна телепередача, которая воспринимается нами Просто как абсолютно вечная Это «Спокойной ночи, малыши» Она выходила в любые Она вышла с 64-го года И вы несколько лет в этой программе работали Вот раз уж мы сегодня говорим о воспитании И о разных поколениях То как вы себя чувствовали в этой такой, знаете Программа «Время для детей» О, это замечательно было Я и раньше снимался Но это были случайные съемки А здесь я 5 лет прям ввел эту программу Первую половину снимали в моей квартире Потому что все настолько обеднело Студии не было Зарплату актерам не платили Пока не появился достойный продюсер Вот Александр Викторович Фамилию не буду называть И снимали по квартирам И поэтому я их кормил Мы с женой их кормили Жена была беременная тогда, значит И когда дочь родилась, она реагировала на эти звуки Позывные То есть на самом деле действительно, реально Дети в утробе, они все слышат И надо, чтобы в доме звучала классическая музыка И вот я их кормил, поил Просто там я чуть-чуть больше зарабатывал Ну, жанр детский, особо много не заработаешь, конечно Вот, но немножко побольше И порегулярнее у меня было Поэтому я там бутерброды нарезал И мы снимали, значит, у меня дома на кухне И этот цикл назывался «Музыкальная кухня» Потому что был художник, поэт был и композитор А потом мы переехали в студию Там уже люки всякие В которые все провалились по очереди Чуть ли ноги не переломали Но интересно В смысле в студийной поле Декорации Декорации Потом пришла Оксана Федорова С которой я очень дружу Она стала крестной сыном у него даже Вот, она очень ответственная Вообще Интересно Мы ездили в Беслан Я увидел вообще, какой человек смелый Потому что все время угроза теракта Мы были через три месяца после этого ужаснейшего события И нас в пять утра эвакуировали Она всех строила Она же офицер Стройся И мы шли Все Она умеет стрелять Она умеет стрелять из двух пистолетов Сбегая по стене Она вам это показывала на съемках? Да Не, не на съемках В трудных условиях в Северной Осетии В общем-то Я понял, что вот только она должна быть крестной Моего сына Который вот-вот должен был родиться Надо ей как-нибудь Когда она, например, будет завершать Своё участие в программе Спокойной ночи, малыши Закончить его С этими аккордами песни Спят у стола игрушки Взбежав по стене И выстрелив пару раз Ну, на самом деле История Оксаны Не надо смеяться Оксана замечательный человек Просто Ей хотелось вот Чтобы папа, который Это бывает часто Папа, который Оставил девочку Узнал о ней И написал хотя бы Или приехал И вот она Она мне сказала Вот Значит, когда я попал в эту передачу Спокойной ночи, малыши Я думал, что вот Уже эту передачу Папа точно увидит Это вот такая рана Для девочки Вот, которая Оставляет отец И я хочу обратиться Вот сейчас Вот если слушают В автомобилях Очень любят слушать Серебряный дождь И вы бросили семью Ушли из семьи Ну, так случилось Ну, жена невозможная Но ребёнок-то остался Он же страдает Он переживает Мучится Это травма на всю жизнь И пошла И пошла в милицию И пошла офицером И стрелять научилась Только потому Чтобы папа Узнал И понял Какая у него дочь И мисс Вселенная Стала У него был один мотив Вот И один мужчина был В жизни Папа Вот Это, конечно Такой вот Урок Что ли Жизненный Я очень рад Что могу рассказать Я не предаю Оксану Но я обращаюсь Из неё Вот к тем Кто А это часто бывает Мужчины какие-то Безответственные Их воспитывают Как эгоистов Всё время Их мама любит Бабушка любит Все любят Вот И никакого чувства Ответственности Перед семьёй Детьми нет А у вас Как чувства Ответственности В детстве Воспитывали И кто это делал Ну у меня Мне повезло Мама педагог была У меня родители живут Слава Богу Я счастливый человек Мама педагог Детский педагог И она никогда Ничего не знала Она ничего не знала В каком отношении Она говорила Что не знала Она на самом деле Это приёмчик Ты пожалуйста Научись сам Это педагогический приём Вот Она воспитывала Лидера во мне Она потом призналась В этом Или это потом Она не призналась Она призналась В другом Вот Не буду рассказывать Вот Она Ну да Призналась Не призналась Она была Заведующая детскими яслями Вот Садами Дома звучала Детская музыка Стихи Детские стихи Звучали Сценарии были И однажды Она говорит Сынок Я не знаю что Не знаю что делать Не знаю Баянист запевает Я говорю А как хорошо Говорит Да Очень хорошо И крепко Через буквы Через буквы Выручай сынок Выручай А я уже там Первый класс Второй музыкальной школы Вот так Баян Ответственности Да Баян Я приходил И давай сынок На утренниках этих А там композиторы Дунаевский Соловьев Седой Ну даже Пусть этюды Черни Майкопара Не знаю Все ими было забито Сейчас это называется Коррупционный скандал Как можно было Пролезть во все учебники Ну ладно Эти этюды Все равно Их надо сыграть А я мог Только Коррупционер Мне сразу Хотелось посмотреть Кто такой Черни Все учебники Забиты этюдами Черни Майкопара Но Майкопар Ладно Ну почему Именно они Почему эти два человека Ну подождите Карл Черни Умер в 1857 году Конечно Видны коррупции Руки Причем Значит Когда пришла перестройка Я отвлекусь Я племянницу Повел музыкальную школу По классу скрипки Я повел И сразу сказал Первое произведение Которое будет учить Моя девочка Моя племянница Будет сурок Бетховена Она говорит Вы сразу с Бетховена Я говорю Не сразу с Бетховена А сурок Бетховена Потому что время такое Видите какое время И если что Ребенок спасен Нас не будет Она возьмет шляпу Или коробку Там пойдет переход И будет играть сурок Бетховен Вот Она говорит Очень говорит Вот Все понимаю Понимаю Вторым произведением Будет разлука Это что такое разлука Напомните Разлука Ну песни нищики попрошают А чужая страна Понятно С нее начинается Один из альбомов Ранних Наутилус Помпелиус Где они хором поют Разлука Ты разлука И вот я закончу Значит Вот эту главу Значит О маме Я часть произведений Умел играть по нотам А часть не умел И я Играл Останавливаться музыка не должна Я брошен Как дед Есенина бросил В воду Учись Плавать Выплывай И вот я выплывал Я играл Значит За всех Я играл За Чайковского Черни Славиуседо Баха Бетховена И очень боялся Что меня раскроют И меня Значит Этот подлог обнаружили И похвалили Так я начал сочинять А почему был выбор Остановлен на таком инструменте Они на Ну все же начинают С гамм Сальфиджио Сальфиджио На фортепиано Или А где взять фортепиано Это Это как сказать Фортепиано Мальчик на фортепиано Это нет Вот вы сказали Скажите Скажите Это имя Баян Баян был Огромный конкурс Баян Баянист Это же первый парень На деревне Да Гармонист Ну и баянист Баян был очень В почете В то время Сейчас к сожалению Вообще конкурса нет Вы сказали Что звучала Все время Музыка детская И какие-то песни И так далее Вот что это было Вы помните Какие-то детские песни В тот период Когда вы взрослели Когда это Любимая песня моя была Марш юных нахимовцев Давайте Солн 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 Солнышко Светит Солнышко Светит Ясное Здравствуй Страна Прекрасная Мы юные нахимовцы И так далее Как интересно Это звучит с гитарой Совершенно по-другому Хочется добавить Да-да-да Ну конечно Песни из фильмов 15-летний капитан Это что Например Напомните А ну-ка песню нам Про веселый ветер Понятно Ну были неформальные песни Пионерских лагерей В которых я не был Кстати И Эдуард Успенский Сделал передачу В нашу гавань Заходили корабли Сначала детскую Чтобы вспомнить Все эти песни Я был первым гитаристом В этой передаче Да Вообще в моей квартире Записывалась А потом Ее сделали взрослые Потому что в каждой Этой песне Было много убитых Или погибших Кто-то Был зарезан В общем Все умерли Да-да Все умерли И она детской Никак не могла быть В нашу гавань А песня гениальная В каждой строчке Смена событий Это просто Фильм какой-то Отдельный Это кинематографический Такой сценарий Смотрите В нашу гавань Заходили корабли И гавань И корабли видны Большие корабли Из океана И корабли И размер виден И океан В таверне Веселились моряки Третья строчка Уже и таверны И моряки И пили За здоровье Атамана В таверне Шум и гам И суета Пираты Наслаждались Танцем мэрии Не танцы Их принила Пленила красота Крупный план Сразу В таверне Распахнулись Шумом двери Восьмая строчка Сколько событий Гениально В дверях стоял Наездник молодой Глаза его Как молнии Блистали Наездник был Красивым Сам собой Ой ли Пираты Сразу Гарри В нем узнали Потрясающий текст Я второго Текста По насыщенности Не знаю Она стала гимном Григорий Гладков В нашей студии И вот я восхищаюсь Как вы замечательно Профессионально Но в общем Наверное Композитор Который пишет Много песен Так и должен Разбирайте поэзию Вот просто по строчкам Совершенно Я очень люблю поэзию У меня огромная Библиотека Особенно детской поэзии Да и просто Я считаю Что поэзия Это вершина Интеллекта Потому что здесь И вдохновение И математика И сам я из инженеров И поэтому дружу С Успенским Доверным Николаевичем Который мои Закончил И у нас такое Особое мышление Вообще В голове у человека Два полушария Рацию И эмоцию И постепенно У мужчин Именно у мужчин Эмоция затухает Почему у бандитов Пальцы растопырены Потому что полголовы работает То же самое Те же самые инвалиды Банкиры Какая замечательная концепция Банкиры Все вот Все счетоводы Вот все счетоводы Они инвалиды У них полголовы А вспомните академиков Они все любят Классическую музыку Они начитаны Образованы Эйнштейн играл На скрипке До посинения Потому что он чувствовал Что половина отпадает Вторая эмоция И нужно ее развивать Вот И поэтому конечно Очень важно Чтобы искусство Было в жизни человека Потому что эмоции отвечают За любовь За юмор Ну за все За страсть За страсть За умение Вам кажется Что Вот эта тяга Людей серьезных Научных Фундаментальных К классической музыке Это восполнение Недостатка эмоций Которая чувствуется Конечно Люди не только Классической музыке Вообще искусство Классической живописи Да все Не обязательно классики Почему ты так Нет потому что Было отмечено Наш гость отметил Классику Именно классику Почему они тянутся Классики Ну классика это вообще Это Это разговор Бога С человеком Есть такое выражение Вроде бы оно Маршаку принадлежит Но я не уверен Надо черпать Из двух морей Классики и жизни Но не из луж Добавил Самуил Яковлевич Поэтому стихи Мы со стихов Стихи это вершина Вот И математического Такого вот Такого мышления И художественного Потому что это Это все Все вместе Вот И математические формулы И вот это вот Безумное вдохновение Которое не поддается Рациональному объяснению Но у вас же Много песен Написано на ваши Собственные стихи Немного Немного Я слава Богу Вот туда стараюсь не идти А помните первую песню Которую вы написали Первая была о войне Конечно Я спел отцу Вот И он удивился Значит Такая была Ну в стиле Высоцкого Конечно Хотя я увлекался Битлз Мне нравились гармонии Это сколько вам было лет? Это был девятый класс С боями прошли Украину И нет больше сил воевать И в страшную эту годину Устала рука убивать Мы выиграем бой И конечно Почарки нам всем поднесут Вот это отца очень Это поразило Это знание жизни такое Но только чуть-чуть Мы ляжем вздремнуть Как снова услышим мы в путь Это абсолютно слышно Снова чуть-чуть Услышим мы в путь А я не знал Как стихи по-другому Потому что без стихов У меня были битловские Всякие гармонии такие И потом Когда я услышал Песни Сергея Никитина Я увидел Что можно соединить И музыку гениальную И высокую поэзию Потому что Это чудо было Он вообще переворот Во мне сделал Именно Сергей Никитин Потому что барды Понятно У них музыка такая простая Хотя Мелодия была Так вот жава Гениальная Можно сделать оркестр Сделать концерт Где оркестр играл бы Только Да и у Высоцкого Высоцкого тоже Целый концерт Ну да Но Никитин Симфоническим оркестром Но Никитин брал Самые такие стихи Сложные И такие гармонии У него Вообще его будут изучать Потом Музыкальных Заведений А как в ваш дом Попадали Звуки Битлз Или Высоцкого Откуда На чем вы их слушали На пластинках Журнала Кургозор Или там Винил же вышел Гораздо позже Ну да Это тоже Детство Это 60-х у вас Вот в это время У моего приятеля Был такой приемник Большой И магнитофон Катушечный И он оттуда Значит Все что слышал Он записывал И мы потом Все это Прослушивали А что он слушал Какие-то голоса Голоса Да Музыкальные программы Потом Фарцовщики Пластинки продавали Особенно Артиста цирка Как цирк приезжает Значит И пластинки появляются Вы вспоминаете Вот этот период Вашего детства Который проходил где Потому что я знаю Что вы родились На Дальнем Востоке Я родился Да На Дальнем Востоке И вы вспоминаете Хабаровское детство свое Нет Я в Хабаровске Жил 4 месяца К сожалению У меня отец Окончил Киевский речной техникум Вот И И по распределению Сам выбрал Поехал в самый дальний Уголок страны Вот И там встретил маму И они родили меня Сейчас мы Сейчас мы поподробнее Узнаем об этой встрече И о детстве в Брянске Нашего гостя Я напомню Что у нас в гостях Детский композитор Неправильно говорить Детский композитор Да нет Просто композитор Григорий Гладков Он же Сказочник Это цикл программы Отцы и дети Мы сейчас вернемся Не отключайтесь Отцы и дети В эфире Серебряного дождя Привет всем Кто к нам Только что присоединился У нас в гостях Автор песен Которые знает Вся страна Автор музыки К спектаклям К мюзиклам Григорий Гладков Григорий Мы остановились На встрече Вашего папы с мамой Ну да Вот она Перед вами Коробка с карандашами В нее Совершенно Свободно Мещается Что угодно Коробки с карандашами Горы Создателем Которые Я был с друзьями Была песня Пой Вася Вот Дед ушел Партизаны Потом пришел В эту деревню Его выдали Немцы Приехали И адресно Фашисты Расстреляли Моего деда На глазах отца Отец Назвал меня В честь деда Григорием Пол 41-й год Да Значит Деда Сколько отцу Было лет Отцу было 12 лет Или 13-14 Значит Это было В декабре 41-го года В 44-м Деду Медаль дали Посмертно Не давали 10 дней хоронить Потом Деревню сожгли Погнали В Германию Бабушку С шестью детьми Вот И в Белоруссии Отец говорит Давайте бежать И почему они Убежали из этого Концлагеря Отец Имеет статус Узник Малолетний узник Фашистских лагерей Вернулись в деревню Все сожжено И война закончилась И его двородный брат Вырвал из библиотечной книги Лист С печатью чистой И написал Василий Голодков Окончил семь классов С этим листом Он уехал в Киев На крыше поезда Поступил Значит В речной техникум А потом уехал В Хабаровск Он рассказывает Такую историю Были выборы Ну псевдовыборы Конечно И в семь утра Их посылали По квартирам В восемь в девять Он пришел Очень устал И уснул Значит Уснул А проснулся Было тепло Печь Грела эту Аудиторию Проснулся А у Берии Глаз выколот На портрете На портрете Да На портрете Берии выколот глаз Он думает Сейчас я выйду Кто последний выходил Вася Глотков Значит он выколол глаз Значит Пойти сказать Все равно Как бы замазан И он принимает решение Отец Мужественное Сжечь портрет Он взял его И сжег Никто не хватился Вот Но тоже опасно было Потому что да Если войдут В тот момент Как портрет Горит С жизнью И он долго молчал Только в перестройку Мне рассказал Потом отец Ты знаешь Сынок Я сжег портрет Берии Я сжег Берию Я сжег Берию Я выколол глаз Я сжег Берию Которому выкололи глаз Для автографического Рассказа Я сжег Берию Вот Потом он стал Героем Севера Кстати Он был одним из Первопроходцев Да вот это Удивительная история Расскажите пожалуйста Глаз В Тюмень Сейчас о нем Фильм снял Целый Такой документальный Фильм На тюменском Телевидении Вот И вот эти все Рассказы отца Они Меня сформировали Тоже Вот и мама Как-то меня Лидером Вот так вот Отец Отец рассказывал Удивительную историю Про болотоход Вот я узнал Прочитав Это термин Термин Сам вообще Болотоход Болотоход 16 метров длиной 16 Вот 16 метров На гусенице 16 шагов Больших На гусенице Он был куплен За валюту И оставлен Где-то Брошен В Свердловской области И вот Искали Кто бы его перегнал Нашли отца И отец С риском Для жизни Но самое удивительное Он рассказывает Что ему дали Чековую книжку Он практически Ничего не потратил Север строился На доверии Тут же нашлись люди Скали что есть Оттаиватели Потому что он Вмерз Оттаяли его Пригнали платформу Все бесплатно Погрузили Потом значит Привезли к реке Какие это годы Ну это советские 70-е То есть это уже На вашей памяти Ну я был маленьким Да Вода таяла И по тающей воде Метр уже Они там Волны были Они перегнали На другом берегу Он заглох Потому что Сгорел редуктор А мог бы на середине реки Везло И потом они 600 километров По тайге Все сползало Эти гусеницы Значит Сползали Их снова одевали А когда Переправляющая Изоп Была Привязана телега В которой Стояла корова Потому что корова Купленная крестьянами Повредила ногу Если бы ее не перевезли Они бы остались Еще там На один сезон Значит Пригнали болотоход В надым И через месяц Утопили в болоте По одной версии Поехали за цветами Для женщин Но по другой Которой я верю больше Поехали за водкой И всю жизнь Отец мечтает Достать его Как танк Корову Корову сняли А болотоход Утопили в болоте Корову сняли Вот такой серед Потрясающе То есть правильно ли я понимаю Конечно Это тоже приключение Простите что я Перебиваю вас Другой Но просто я буду Отвечать за рацию Гармаш должен играть отца Гармаш Я считаю С болотоходом Я представляю себе Эту корову Да тоже Я просто Я отвечаю за рацию В нашем сегодняшнем разговоре Я вот это Половина головы То есть Значит Вы Родились в Хабаровске Хабаровск Очень велико Перебрались В Брянск Когда вы были еще маленькие И отец уезжал На север На заработки А потом возвращался И вот что-то Рассказывал Наверное Во-первых Он звонил постоянно По телефону Я помню Это было еще время Люди не понимают же сейчас Что для междугороднего звонка Нужно было заказывать кабинку В пункте переговоров Сидеть там И часами ждать Когда телефонистка Не воткнет штекер Не скажет там 13 кабинка Кто вызывал Хабаровск Это сюда И дальше у тебя есть Кто вызывал Брянск Никита Богословский Мастер розыгрыши Гениальный человек Он разыграл Одного Деятеля искусств Он договорился С телефонистками И те сказали С вами будет говорить Товарищ Сталин И парень простоял Значит У этой трубки Часа 4 А гости ждали Вот Сталин узнал Про этот розыгрыш И очень любил Богословского И есть версия Что это главная причина Почему он не был Репрессирован Сталин говорил Чего там Никита Еще придумал Вот И кстати Если отлечься Я спросил у Богословского Про эти розыгрыши Гениальные Для тех Радиослушателей Которые не знают Что это такое Это Просто супер Вот Что он делал И мы Мы занимались розыгрышами Когда делали Пластилиновый ворон Другие мультфильмы Потому что татарский Александр татарский Он был сдвинут На розыгрышах И мы ежедневно Но уровня Богословского Не достичь никогда Короче Мы ехали На поезде Красная стрела Из Москвы В Петербург На фестиваль Золотой Остап И я подошел К Никите Владимирович И спросил Никита Владимирович Вот ваши знаменитые Розыгрыши Вот Он в окно смотрел Я говорю Они остались где-то Они записаны Он мне говорит Какие розыгрыши Я говорю Ну ваши Он говорит Ничего не было Разыграл Разыграл точно Не знаю Разыграл Нет Вот Я хочу сказать Что каждой передаче Я не успел договорить Тогда Спокойной ночи Малыши Каждой девочке Я писал колыбельный Можно такой фрагментик На стихе моего друга Михаила Яснова Такой в Питере живет Наша первая пластинка Круглым мячиком Спит кузнечик на стене Муха дремлет на окне Гусеница на заваленке Прикорнула и молчок Засыпай и ты мой маленький Мой бессонный светлячок Паучок вздыхает Вертится Светлячок взлетает Светится Чтобы сны в полночный час Были светлыми У нас Конец-конец Концы воду Что же из пазы Прошла год не с ним Тадальский Тадальский, да Волосом кирпича У вас надо сказать, что Вы абсолютно как-то Органично вставляете В песни, казалось бы Для детей Которые должны быть Всецело по идее Оптимистичными И совсем не пугающими Вот, например, у Рудиков Как сейчас вставили Или там я прочитал Что один из мюзиклов Который вы сделали Называется «Отморозка» Я хочу сделать Он еще не сделал Нет его еще Да, но то есть Вы не боитесь Испугать детишек Такими вещами? Да нет, я, честно говоря О детях не думаю Вот, к раз, чем я эти песни Это мы просто можем Выдвести в эпиграф Это желание в себе Оставить ребенка Оставить это состояние Счастья, которое было в детстве А дети сами разберутся Настоящие детские песни Они с припевами, наверное А у меня просто такие баллады Такое дураковаляние Отморозка У нас была передача На Первом канале Посвященная, значит, новогодним праздникам Мы все рассказывали Какие вот елки И это я тоже Этих елок сделал Миллион уже За одну елку я получил Из елок Я получил звание Заслуженный деятель культуры Кузбасса И медаль Амана Тулев Действительно, это потрясающий спектакль Белая сказка Потому что там уголь Черное все И поэтому белый цвет Имеет особенный такой вот вес В Кузбассе, да Да-да И там 120 только Артистов и костюмов Вот И мне К этому званию Положено 10 вагонов угля Но самовывоз Не знаю, кому подарить Осуществлен уже? Нет Ждет своего часа И Юрий Николаев говорит Скажите, а есть такое Он молодец Он говорит Настоящий ведущий Он говорит А есть такое, что взорвать это должно? Что мы все Зайчики какие-то Белочки Дед Мороз Подарки Есть? Я говорю У меня есть Я давно хочу сделать панк-елку Он говорит Какую? Я говорю Ну, в названии все сказано Отморозка Значит, герой Ну, все знают, что у Деда Мороза Есть Снегурочка Внучка Она хорошая Положительная Но у него еще и внук О котором он предпочитает не говорить Полный отморозок Подлец и негодяй Урод, короче Моральный Вот И вот он герой Этой елки Это моя будет Любимая сказка Вот Но что интересно Он становится, безусловно, хорошим Хорошим Значит, вот так мы придумали То есть заканчивает слушать панк-музыку И начинает слушать парадокс Снегурочка начинает катиться В этот момент Сошла с рельс И это продолжение Это можно сделать сиквел В следующей серии Она же жизни не знает Спасая, значит, отморозка В готику сделала татуировки Но сама покатилась Покатилась по наклону Но в финале все нормально Она в татуировках Он, не знаю, что смыл их Дедушка Мороз умер, видимо От переживаний И они на похоронах деда Поют мрачную готичную песню И наступает Новый год И все это в стилистике Тима Бартона Вот такое Я хочу сказать, что я написал Бывшему министру культуры Ну, о нем слухи Москвы Как ее фамилия? Капков Капков Сергей Капков Я писал письмо Я так не часто Иногда так что-то пишу Отвечаю Что я хотел бы выступить Приближается 1 июня Я детский композитор Хочу выступить Мог бы от этого Это, естественно И мне они так Очень аккуратно На бланках пишут Пошел на В одно место Ну, неважно Какие слова Какой формулировки Регулярно посылают Ничего не происходит Никаких Я про это написал Что можно За то, что о нем Ходили мифы Что он прогрессивный Он парки любит Ну, не только мифы Много было сделано За те годы Он много хорошего сделал Но на это письмо По поводу отморозка Он не ответил Может, оно пропало В анналах Может быть, оно пропало Да Представляете, когда их вскроют Какие сокровища Несметные там Не дошло до него Там таятся Поэтому это надо За свои деньги сделать Я чувствую Скажите, пожалуйста А вот Сейчас я не уверена Что слово отморозки На афише Вас обвинят в пропаганде Отморозков Я понимаю Ну да Вас обвинят в пропаганде Чего-нибудь для детей У нас это сейчас Так защищено Это про подростков У меня Протянут же Это самая Сложная аудитория Самая сложная И И С ними надо разговаривать И Моя самая любимая Самая любимая Я сейчас об одном концерте Расскажу просто Значит Меня пригласили В одно учебное заведение Очень долго Шли переговоры Значит Как Вот что Наконец я приехал Вот А вот это Значит Женщина Которая отвечает за концерты У нее плохая память Видимо И она говорит Встречайте Наш любимый композитор Мы его так ждали Встречайте Наконец он приехал Они говорят Как его зовут Видимо не в первый раз Она говорит Чего как зовут Как зовут Зовут его все Мы знаем как Встречаем Говорят Фамилию Они значит Эти злодеи Вот Она Она заерзана Не знает Да какая фамилия Все Фамилию назовем Никогда не помните Значит Потом они говорят Вот афиша лежит Прочитайте Она хватает афишу А они там Исправили Г на П Встречайте Наш любимый композитор Приборий Платков Вот Я взял Это Приборий Платков Псевдоним Пожалуйста не отключайтесь Это цикл Отцы и дети Добро пожаловать в эфир Серебряного дождя В студии Фекла Толстая Михаил Козырев Это наша программа Отцы и дети И сегодня гость В нашей студии Это композитор Григорий Гладков Мы остановились В разговоре На том Как Григорий Проводит встречи С Чиновники в жизни Не-не-не Не с чиновниками Подростками Как самая трудная Аудитория И вы сказали Что вы выбиваете У них Так сказать Да-да-да Я им даю гитару С тем что даете Гитара Важно очень Как-то с ними Найти язык У меня такой цикл Возник Даже вот этих песен Тинейджерских Потому что Детских много И взрослые А вот Вот эта аудитория Потому что Ну глупо думать Что они там Примитивные Папсу любят Они очень умные Развитые Их У них очень сложный возраст Как я понял Я об этом не читал нигде Что это время Когда Господь отпускает человека На испытания Хотя непонятно Почему в 13 лет В 40 мог бы Ну Богу виднее конечно И И человек проходит Самые сложные испытания Это Ну ладно Алкоголь Сигареты Это ужасно Но Испытания Предательством Когда родители Отстой Когда хочется Из дома Убежать Когда все Все рушится Если Если он пройдет Испытание Он опять снова Человек А если нет Вот такое Очень сложное Время Поэтому Надо больше Разговаривать С ними Общаться Я что-нибудь Из этого цикла Споем Эту песню Я услышал В Нижнем Тагиле Построена она По принципу Старинной Английской Ирландской Шотландской Поэзии Три строчки Одинаковые Меняется Только одна Вот В этой песне Подростки Тиннер Смеются Над нами Исполняется Она прием Восьмерка Это народная Песня Конца 20 века Что такое Прием Восьмерка Восьмерка Это Я учился На семиструнной Гитаре Во дворе Как многие И вот Это очень Сложный Прием Вот Вот Такой Перебор Сложнейший Все блатные Песни На нем Еще Они И локтем Успевают И по зубам А девчонка Ну Совсем Молодая Скажи Ну Как ты Сюда Попала Скажи Ну Как ты Сюда Попала В эти Грязные Стены Вокзала А Тиннер На Родители Ищут Скажи Ну Как ты Сюда Попала Скажи Ну Как ты Сюда Попала В эти Грязные Стены Вокзала А Когда Наверное В школу Ходила Скажи Ну как ты сюда попала В эти грязные стены вокзала А когда-то, наверное, те дворец пионера В кружке разной водили Ну да, скажи, ну как ты сюда попала В эти грязные стены вокзала Там ещё купретов есть А скажи, ну как ты сюда попала В эти грязные стены Макзала Романтика такая Тут надо сказать, вы слушаете песню в исполнении Автора заслуженного деятеля искусства России Одного из классиков Детской музы Членов Григорий Голосков Если, например, то же самое песня Обличет, ну, передать ее по-английски То это же прямо А я слышал Кильдские мелодии чувствуются Детскую американскую песню Которую музыка Петра Чайковского Я был, кстати, на юбилее 175 лет в Воткинске Где прошли его первые 8 лет А текст англичный Don't make me go to school today Oh, mom Don't make me go to school Под эту музыку Он перечисляет Все причины, почему не надо идти Он и болеет И болеет Не надо пропылесосить И рыбок покормить Все Только туда не идти Слушайте, и как реагируют тинейджеры На вот такое вот наведение мостов С помощью вот этой песни? Ну, там много всяких у нас тем, разговоров Ну, заканчиваю одним Ребята, я знаю два способа успеха в жизни Как выжить Два Вот, на себе проверил Есть третий, правда Но он меня не касается Значит, а какие? Ну, первое Это выбрать профессию Может быть несколько Второе Быть ней лучшим Лучшим Всех уволят, тебя оставят Ну, понятно А третье А третье, не знаю Говорить Нет, короче Там тяну, тяну В конце уже А третье вы не сказали Ну, третье, ребята Никогда Как дядя Гриша Никогда Ну, просто я в другое время рос Все мне повезло Ну, неважно Никогда не попробовать что Ну, там что Что, что Понятно Мы Наркотики, они говорят И потом кто-нибудь говорит Это я на самый финал оставляю Они говорят А если попробовал А если попробовал Значит Я думал разные варианты Я говорю А если попробовал Жить осталось Шесть лет И гитара у меня уже зачехлена Я сразу раз И смываюсь И уже никакого диалога Диспута Они остаются С этой информацией С этим проклятием Да, между собой И вот они, значит А как еще по-другому Ну, как-то надо вот Григорий Гладков У нас в эфире Делится своими секретами Как общаться Педагогическими секретами Педагогическими секретами Да, это цикл Отцы и дети Мы после Краткого выпуска Свежих новостей Вернемся к вам В эфире Серебряного дождя На самом деле Вот, да Родители стараются Приходит это время И все Летит В каком-то момент Сейчас об этом поговорим Давайте начнем Сейчас, сейчас, простите Отцы и дети Вы показывали замечательный Ваш опыт общения С аудиторием И подростковый И с таким пониманием Говорить об этой ломке Которая совершается В человеческой судьбе Когда тебе 13-15 И так далее Но, собственно Тут же возникает вопрос Что ваши дети Ваша дочка Саша Ваш сын Павел Они тоже совсем недавно Этот возраст пережили Как вы, как отец Не как композитор Приходящийся с огромной аудиторией Общаться А когда дома Вот все эти проблемы Григорий Остер Мой товарищ Замечательный поэт И писатель Вообще уникальный Вредный совет Одессит Григорий Бенцанович Остер Сказал Замечательную фразу Вообще Девиз такой Самое большое Что мы можем дать детям Самое главное Это наше личное время Личное время Общение Разговоры Ведь у него шестеро детей По-моему Да, у Григория Да Ну, вообще У детских писателей Мне кажется Все дети Их просто Как Успенский Тоже говорит С Эдуардом Николаевским Я очень много Общаюсь по жизни Все дети Должны быть твои То есть Просто вы со своими Детьми Много разговариваете Да Другого способа нет Все время Участвовать в их жизни И свой пример Личный Вот Я хотел спросить Не кури Значит сам не кури Все А вы бунтовали В подростковом возрасте У вас были какие-то Вот прямо абсурдные поступки Которые вы как-то Попытались объяснить Потом детям А не было Не было Мне повезло У меня мама Педагог Она все предупреждала Я например Прочитал В одном из ваших интервью Что вы свалили на велосипеде За 9 километров от дома Уехали к бабушке Ну это случайно Да Это было случайно 9 километров случайно Да 9 километров Там были деревни В одной дядя жил мой Иван Григорьевич Гладков Кстати его с дедом Вывели на расстрел Когда деда расстреливали Фашисты моего партия И его вывели И он сказал Он мне рассказывал Несколько слов по-немецки Он знал немецкий язык Как-то И они его оставили в живых Он потом заменил деда Никогда не пил Не курил Был интеллигент В высшем понимании этого слова Была библиотека Мы с ним ходили слушать Пение птиц Он мне подарил коллекцию монет Не знаю где в глухой деревне Может было достать монеты А в соседней деревне Жила тетя моя Я все каникулы проводил в деревне Никогда не был в пионерском лагере Это сейчас я все объездил А тогда вообще не было Зато был сенокос, рыбалка Я думаю Дай-ка я к тете 9 километров Телефонов не было Конечно они испугались Но время было безопасное Символ того времени Ключ под ковриком И вообще мне кажется Что коммунизм все-таки В СССР был построен Это для детей Потому что огромное количество Было внимания к ним Кружков, секций, лагеря А вы ходили эти кружки все? Я ходил И чем вы занимались? Все кружки в песнях моих Если видишь на картине Нарисована река Или ель и белый иний Или сад и облака Или снежная равнина Или поле и шалаш Обязательно картина Называется Пейзаж Это рисование Нам помнится Воронье Это лепка В лепку А может быть собаки А может быть корове Однажды повезло Единственное, что у меня не охвачено Вырезание лобзиком Как же так? А модели вы не клеили? Секундочку Выжигание Выжигание не было Лобзик был Лобзиком Мы все резали А какой спорт у вас был? Легкоатлетик Потом футбол Я сейчас играю в футбол Постоянный Я член сборной Артистовой эстрады Старко И с нами еще политики Капитан у нас Аркадий Дворкович Летом И мы играем На самых больших стадионах То есть мы на всех Главных стадионах Играем Я просто представить не мог Что я на таких стадионах Буду играть А потом концерт И смысл этой акции Под флагом добра Что мы дарим гранты Все собранные деньги Детям на операции Которые прямо на стадионе Правда случился казус В городе Бобров Воронежской области Там кстати гитарная фабрика Я рассказал ребятам Что фабрика есть такая гениальная Мы пошли смотреть И кто пошел Всем подарили гитары Вот вышла статья Прекрасно прошла акция Футболистов и артистов Под флагом бобра А вы в каком амплуа На футбольном поле Полузащитник Как физически Выдерживаете Физически нас меняют Как в хоккее Три минуты назад Меня меняет Зинчук Виктор Виктор Зинчук Потом Зинчука Ярушин И так далее Но я хочу сказать ребятам Что у многих в животе Мяч такое вот ощущение Что говорят Мяч из живота Вынь Вот А Крылов Только значит первый удар дает Потом комментирует И все время подшучивает Над первым нарциссом Упал Пьер Нарцисс И почернела земля русская Да Такие шутки Да У нас еще У нас еще На русскую Для святую для него Теперь русскую землю Про гитару Хотела вас спросить Ваша первая гитара В детстве Есть какая-то трагическая история О том Как отец Сломал вашу гитару За какие-то ваши провинности Но вообще Он же не меня ударил Он гитару разбил И проверил меня на крепость Как я там Вот все Нет Ну вот расскажите все-таки Во-первых Вот как Что такое гитара В вашем детстве Мне кажется Что это какое-то вообще чудо Когда у парня Появляется гитара Это чудо Столько Столько женской любви Я бы никогда не испытал Без гитары Ребята Гитара Это все В детстве отца Был первый парень На деревне гармонист Сейчас гитарист Но девушкам Я хочу сказать Девчонки Учитесь играть на гитаре Потому что Девушка с гитарой Это просто Что-то невероятное Вот Но если она еще при этом Излечет какие-то звуки На струнах Или там Что-нибудь там Пропоет Вот Ну все ребята ее И Представляете Вот Вечеринка Пати Заходят красавицы У них богатые папы У них одежда И вы скромные Из общежития Без стипендии Вот Вы берете в руки гитару И начинаете играть И петь И все парни ваши Какую спеть песню Сейчас Зачем We shall over come We shall over come We shall over come Джон Байес Пойте И все будет в порядке А вы сказали Что во дворе вас учили На семиструнной гитаре О всех учили Это кто был Вот этот наставник ваш Кто-то постарше Кто это Постарше Эти приблотненные ребята Все там Но я хочу сказать Что семиструнную гитару Я в Америке узнал Я много в Америке Был почетный житель Двух университетских городов Объездил очень много Меня приглашал Американин Джон Маккачин У него два Грэмми За детские альбомы Точнее Фэмили И семиструнная гитара Называется русская И они меня спрашивали Почему вы играете На испанской Шестиструнной гитаре Ведь Россия Это родина русской гитары Ну я объяснял Разные там Значит причины этого Они говорили А куда же она делась Ведь все романцы Сочинены на семиструнной гитаре Вот И все барды первые Они играли на семиструнке И Высоцкий И Акуджава И Висбор Все-все-все Вот играли на семиструнной гитаре И конечно Первый учитель был двор Вот Ну а потом Мы все уже на шести Играли Я И какова же судьба Семиструнная сейчас Семиструнная Почевная Да почему она исчезла Потому что над ней Стала смерть Советская власть Она стала инструментом Мещан Она высмеивалась Синеблузниками И прочее Ее в общем Забили насмерть Как говорится И потом появился Гитарист Иванов Крамской Иванов Крамской Который сумел Министерство образования И властям Сказать Что гитара Нужна Потому что на ней Играют баха И классику И тогда Шестиструнку Ввели в систему образования А семиструнная Так и не возродилась Поэтому это Как сказать Завет Завет Слово такое Следующим поколениям Ребята Возрождайте Семиструнку Американец С которым я выступал Он играл на шести И на семи Он перестраивал Шестиструнную В семь И играл свои хиты И Оказывается Лестница в небо Лэдзеплин Стэвэн ту хэвэн Стэвэй ту хэвэн Играется Вот все проигрыши На семиструнном Да-да-да Да-да Семиструнный Американец Поэтому это Великий строй И банджо Сердце американской Музыки Настроено Как семиструнная Гитара Ре-Си-Соль-Ре Скажите пожалуйста Григорий Вот Не было ли Моментов В ваших Взаимоотношениях С родителями Когда Они почувствовали Что у вас Прям тяга К музыке К сочинению К исполнению Песен Когда Там отец Или мать Спросили Сынок Может быть Какую-нибудь Нормальную профессию Чтобы как-то Тверже на ногах Стоять Потому что Этим ведь Денег не заработаешь Мне кажется Что у каждого Творческого человека Вот такой момент С родителями Был Потому что Была какая-то Неуверенность В том Что творчеством И каким-то Вообще Созиданием В области культуры Можно заработать На жизнь Конечно Было Конечно Родители мне Выбрали профессию В общем договорились Так Потому что Я играл Пел в школе Уже Значит Они сказали Вот закончи институт Сделай как мы хотим А потом уже иди своим Я так и сделал Я закончил институт Это классика просто То есть это было Вы не мучились В этом институте? Да нет Я там Я играл Пел весь институт Пропел Проиграл Он назывался Битм Это мощный институт В системе ВПК Вот полгазпрома Начальники Полгазпрома Все из нашего института Это как называется институт? Брянский институт Транспортного машиностроения Мы его расшифровали Брянский институт Театра и музыки Я там пропел Проиграл Издавал очень сложные предметы Сопрома Тоя Это теоретическая механика Теоретическая механика Начертательная геометрия Высшая математика И потом, когда я в Ленинград Я был распределен в Ленинград Как молодой специалист У меня сразу Словия очень хорошие Были жизненные И постоянная прописка И квартира У меня были Ну, в общем Советская власть Хорошо относилась Своим выпускникам Вот Там никаких я Жизненных проблем не знал И я поступил В музыкальное училище Сразу Пошел в театр Экспериментальный театр Клуб Суббота Где был у нас Руководитель Доктора Сустроения Юрий Александрович Семирнов Несвицкий Театр интерактивный Зрители бросали стулья Поджигали Перетягивали канат Причем наш конец Был привязан И мы говорили Юрий Александрович Они же пупки на дарут Он говорил Так им и надо Девиз театра Был такой Надо выступить так Чтобы больше не позвали И пошел В музыкальное училище По классу гитары По классу гитары Не советский какой-то рассказ Вот И я перешел на теорию музы И я окончил Получил диплом Теория музыки У меня джаза училище Что потом мне помогло Поступить В союз композитора И это довольно сложная наука Теория музыки Там есть у нас Гармонические Всякие задачи Но мне это было легко Потому что я Такое сдал и изучил Что это Когда синтезаторы пришли Потом я еще один институт Закончил В Ленинграде Институт культуры Да, культуры закончил Вот Я думал Вот куда мне идти В консерваторию Но это затворник А мне хотелось Вообще Мне хотелось разгадать Секрет Битлз Как при простой мелодии Что я научился делать Сделать настройку Из театра Юмора Там Гротеска Иронии Дураковаляния Вот Вот это мне хотелось Чтобы выйти с гитарой И сразу Зал смеялся бы Вот Что-то такое Спеть Вот Не знаю Потом получилось Да По северу ехал Один эскимос Везли его Десять Собак И барбос А сам эскимос Несмотря на мороз На нартах Веселую Песенку Вез Ой Грба Он Дагарма Эрдонбай Меня простите Конечно Но эту песню Поет Настоящий ансамбль Песни и пляски Чукотского национального округа Эргерон Вот Они поют правильно А я такой Абракадабр Гду Ой Грбын Дыргит Турбон Адардунбай Север Хорошо Собаки Хрипели И трясли Языком Веселый Барбос Был у них Вожаком А сам Эскимос Несмотря на мороз На нартах Веселую Песенку Вез Эй И жвачку Жует Свою национальную еду Как ему Внушили И наш Ему Навстречу Пошел Песенку 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 С песней Предков Посмотрели друг на друга И запели О дырдунбай Бурбур Дунбай Братья ведь О дырдунбай Дырдунбай Север Хорошо Григорий Гладков У нас в эфире Просто театр Изображает сейчас Вообще Полностью Скажите А вот Помните ли вы Момент абсолютного восторга Который испытали родители Когда Вот Оценили то Что вы делаете Ведь это же Мне кажется Очень Когда они приняли Что это симпозиция Врезается в память Когда ты получаешь Вот Какую-то такую Теплоту от родителей Радость От того Что вот И они теперь Понимают Ради чего Все это было И что это было В общем еще и благодаря им Ну наверное Песня Старый двор Вот их особенно Поразила Как-то Это кстати Мой текст Ну один из немногих Совершенно Столько лет прошло Ну до сих пор Снится мне Далекий Старый двор Двухэтажный Довоенный дом Старые качели Под окном Здесь промчались Детские года Не вернуть их Больше никогда Мы с тобой На данном рубеже Безвозвратно Взрослые Уже Старый дом Добрый дом Вижу До сих пор Тебя во сне Старый двор Детство двор Вспоминаешь ли ты Обо мне Песня документальная Я написал там Трехэтажный Невысокий дом На одном из концертов Моя творческая Жизнедеятельность Начиналась В Ленинграде Ко мне подошел Эдуард Анатольевич Хиль Эдуард Хиль И он говорит Прекрасная песня Прекрасная Но вы знаете Трехэтажный Это бывает Не только дом Понимаете Потом у вас трехэтажный Невысокий Тавтология Сделайте Двухэтажный Довоенный И вы В свою орбиту Вовлечете Очень много людей Разных Потому что Искусство Это образ Огромное ему спасибо Я так и сделал Очень точно Да Двухэтажный Довоенный Дом А дети Что вам говорят По поводу ваших песен Какие у них Самые любимые Я старался Детям не говорить Где моя песня Где не моя Просто Это самый чистый Это самый чистый Тест И чтобы они Да И они что-то выбирают Такое объективное мнение Да Да Дочь Я увлек песнями Народов мира Что мне нравилось Всегда Она поет На английском Французском Немецком Мы с ней выступали В Дрездене В день блокады Годовщины блокады И был видеомост На разные страны Вместе Вот такая была Интересная история А в этот же день Даниил Гранин В Рейхстаге Читал Немецким Да Депутатом Бундестага И Ангеле Меркель Значит Рассказывал О блокаде А потом После этого Концерта Мы пошли Такое уютное Такое Такое кафе Где после бани Любил Бывает Владимир Владимирович Путин Его место там было И хозяин кафе Великолепный старик Такой Который все знал Мы там сидели Чай пили Кофе Вот Потому что он там Служил И там же и Меркель Служила Вот Там-то они И познакомились Там-то они И познакомились То есть Тех пор они дружат И полюбили друг друга Но поссорились Потом Не знаю Владимир Владимирович Не ссорился Скажите пожалуйста Немножко подробнее О ваших детях Сколько лет Сейчас вашей дочери Какие у нее Интересы Вообще Что к пени Кроме пени На разных языках Я не люблю рассказывать Но конечно Что-то расскажу Я придумал ответ Для журналистов Когда спрашивают Сколько у вас детей Сколько раз вы женаты были Сколько вы таких Я говорю Знаете Я вам отвечу честно Прекрасный вопрос И отвечу честно И искренне По-разному Вот Ну раз уж мы говорим Об отцах и детях Мне кажется Что всякому родителю Приятно похвастаться Достижениями своих детей Это же не такие Желтые вопросы А есть другое мнение Что рассказывая о них Ты можешь сглазить Как бы Они живут своей жизнью И пусть живут дочь Я научил играть на гитаре Между вторым и третьим классом Я думал Что это невозможно Потому что сам я в девятом научился Оказывается можно Я нашел произведение Булата Акуджава Из двух аккордов Вот Два аккорда Очень похожи Друг на друга Лео минор и ми мажор А как у все Акуджавы Кажется Что их там 20 аккордов И сразу была победа И сразу захотелось Ребенку вторую песню Вот она Какая Один солдат На свете жил Красивый И отважный Но он игрушкой Детской был Ведь был солдат бумажный Он переделать мир хотел Чтоб был счастливым каждый А сам на ниточке висел Ведь был солдат бумажный Не доверяли вы ему Своих секретов важных А почему А потому Что был солдат бумажный А он судьбу свою кляня Не тихой жизни жаждал Не тихой жизни жаждал И все просил Огня, огня Забыв, что он бумажный Погонь, ну что ж Иди, идешь И он шагнул отважно И там сгорел он Не за грош Ведь был солдат бумажный И есть для взрослых Тоже у Акуджавы Из двух аккордов С меню тональной Чтоб не так было однообразно За что ж вы Ваньку-то Морозова Ведь он ни в чем не виноват Она сама его морочила А он ни в чем не виноват Отлично Акуджава гениальна И Саша Вот с этих двух аккордных песен Научилась играть на гитаре Научилась на гитаре играть И мы с ней поем У нас есть Такая, скажем, коронная песня Называется Эта песня переведена На все языки мира Ее сочинил Пит Сигер Но сюжет взят В Донской балладе Это самая главная Антивоенная песня Наверное, сегодняшний день У нас ее перевел Музыкант группы Мегаполис Олег Нестеров Я слышал как раз В исполнении его И Маши Макаровой Она называется Где цветы Марлен Дитрих Где они остались Обожала Марлен Дитрих Одна из самых любимых песен У нас Григорий Гладков В эфире Мы продолжаем наш цикл Отцы и дети Прервемся на короткую паузу Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне Возвращаемся к вам Уважаемые радиослушатели Фекла Толстая И Михаил Козырев Это наш цикл Отцы и дети И гость Сегодняшней нашей программы Композитор Григорий Гладков Который знает О воспитании О младшем поколении Не только Просто как сам Как человек Как отец Но и профессионально Занимается детскими Детской музыкой Уже много лет Я хочу о своем Навалевшем У меня двойняшки Две девочки Соня и Лиза Которым будет В сентябре Четыре года И почему О навалевшем Я прочитал у вас Замечательный рецепт Как правильно научить Ребенка есть Да Не могли бы вы Поделиться со мной И с нашей аудиторией Как правильно Воспитательный метод Как научить есть Потому что Для Сони И для Лизы Это существенная проблема Мы с препятствиями Преодолеваем Любые вещи Кроме Например Одна любит колбасу Может ее есть В любом Неограниченном количестве А другая Там груши Например Уплетает А вот так Чтобы первое Второе Суп Какую-то Нормальную Человеческую еду С этим Очень большие сложности Во-первых С ребенком Нужно все Все занятия Все диалоги Все общение Строить через игру Игра Это основа всего А что касается еды А также и всего остального Между прочим Надо идти методом От противного Это гениальный метод От противного Вот Математики Он есть Метод от противного То есть Когда заставляют ребенка Вот так Ешь Ешь Не ешь Худой будешь Да Все это значит Я по другому действую Я говорю Не ешь А съешь Получишь Когда они были маленькие Я из вилок делал Рыцарей Которые охраняют Еду не возьми Да не трогай Не все Нельзя Вот они смотрят Вот они сейчас Сейчас Вот они сейчас А если И тогда дети Старались есть И сын уже взрослый И вот Я не хочу Значит не хочу Я вот так Там накалываю Что-нибудь Я значит говорю Вот съешь Получишь Он чувствует иногда Что я говорю Ну ладно Давай папа Давай сыграем Раз значит Отвернись Он съест А у меня обычно Работает А противно Не ешь И все Они будут есть Ешь не будут есть Все с ними просто Да я подхожу И говорю Так что у нас тут Вкусненького Потому что я очень Проголодался Дай я возьму У тебя Соня Вот у тебя Очень лакомый кусочек Все давай Давай Не отдаст Не отдаст И тут же Начинает Улетать И зачищать тарелку Вот так вот Дома всегда Собаки были Вот был Ирландский Сеттер Сандра Вот она есть Не будет Только забираешь Все съест У себя у другой собаки Вот такая была То есть это было У собак подсмотрели Как детей воспитывают А еще я у собак Значит я говорю Ну ты попробуй Ты попробуй Я не буду это есть А значит А этот там Ну редиску нет Ты попробуй Скажешь плохо Не буду Я говорю Смотри У нас собака Джонни была Джонни такая Смесь дога с березой Я ее подобрал Смесь дога с березой Да Так вот пятнистый был Он видишь Я говорю Он не ест Смотри Сейчас будет есть Я брал так ему Что-нибудь в рот Там колбасу какую-то И делал Компостер Начинал ест Я говорю Ты попробуй Собаки выручали Тоже Вы знаете Я хотела От собак Совершенно К другой теме Перейти Которую мы еще Не затронули Но мне кажется Что она очень важная Вот Мне хотелось Об этом институте Удивительном институте Мне кажется В России Особенно В почитаемом Институте Бабушек и дедушек Я знаю Что у вас была бабушка Которая тоже Марфа Дмитриевна И кроме того Замечательно Что живы ваши родители Наверняка принимают Какое-то участие То или иное В воспитании Ваших детей Вот как это все проходит Вот связь Поколений Разорванных во время Достаточно далеко У меня была У меня была всего Одна бабушка Дедушек не было Война забрала И вторая бабушка Тоже умерла До моего рождения И я постарался Сделать так Чтобы дедушка Бабушка По линии жены У моих детей И мои Жили рядом То есть Они живут на даче Летом Через 500 метров И вот Вообще ужасно Когда звезды эстрады Рассказывают У меня мама Там в каком-то городе Там Да возьми Ты же богатый Там Не то что я Говорится Возьми перевези родителей Там В конце концов Прямо вот Всю обстановку перевези Там картину Дом какой был Чтобы они чувствовали себя Комфортно И в общем Я постарался Сделать такой проект И он получился И дети мои счастливые Бегают от одних дедушек Бабушек К другим А у меня вот Вся любовь Конечно Была к моей бабушке Марфе Дмитриевне Она меня учила Многому Чему например Да многому Жизни Какой-то мудрости И когда меня спрашивали Вот Потом А почему у вас так много дисков Лазерных Я вдруг придумал ответ Ну такой шутливый Но В нем любовь к бабушке Я говорю А знаете Когда я пытался бабушку обмануть В детстве Она мне говорила Внучок Ты мне лазера не пой Вот Я не знал что это такое А став взрослым У меня много дисков лазерных И я понимаю Какая она мудрая И посвящаю все их Мои бабушки Кто самый строгий был Из людей Которые вас растили Папа Мама Бабушка Да никто не был Наказывали Да да Отец разбил гитару Ну и правильно А так все таки за что он разбил гитару Мы так и не узнали Он разбил гитару Какой формальный повод был Были Потому что К оценке были Как бы наверное не очень И тут сказали Я не помню А вот что было Значит все Сложилось вместе Я играл во дворе У нас был придурочный Участковый Такой ненормальный И он значит Тут на меня наехал И меня вызывали на комиссию Куда-то там В городе Что я хулиганил Нарушал порядок И оценки То есть В общем Он не отнесся серьезно Он считал что Гитара мешала Наверное Может конфликт какой-то был Я даже не помню Ну да Гитару разбил Но Я другую достал То есть Можно было на этом С гитарой и закончить Но Такие препятствия Не довелось Препятствия нужны Да А вы каким-то образом Наказываете детей Или например Ругаете их Или есть ли у вас Какие-то вот там Скрытые воспитательные средства Арсенал Я когда ругаюсь На сына На сына Мальчики вообще Очень такие Как сказать Ну нервная система Хрупкая очень Я говорю Сно Если на тебя ругаюсь А бывает что-то там Срываешься Ты знаешь что через минуту Я скажу Это молодец И помнишь Я тебя вот На Волге Я тебя схватил Ты там Плохо себя ввел Тут соседи были Я тебя схватил Потащил И когда я тебя нес Я тебя вот В шею дул Чтоб теплее было Какая трогательная история Какая трогательная история Скажите А когда Вот Взглянули ли вы На своих родителей По-другому Когда у вас У самого Появились дети То есть Какие вещи Какие вещи Вам стали понятнее Ближе Наоборот Открытие Которое вы сделали Будучи уже сам отцом По поводу Ваших родителей Ну главное Открытие Что они Все свои силы Отдавали Для того Чтобы мы росли Здоровыми Крепкими Потому что Каждый день Нужно ребенка Кормить Одевать Следить Чтобы он не болел Какие-то с ним Проходить Такие азы жизни Школу жизни Учить всему И я понимаю Что это Гигантский труд Я сейчас понимаю Что преодолели Родители Потому что И жизнь была Непростая И много было Сложностей Чисто бытовых У которых Сейчас нет И поэтому Ну Родительский Родительская жизнь Это подвиг На самом деле И опять вернусь К началу передачи Когда я говорил О мужчинах Которые бросают Семьи И с детьми Даже не общаются Или есть такие Ненормальные мамаши Которые Если Если родители Разошлись Не дают общаться С отцом Обязательно Должно быть Общение Потому что Ребенок Очень много Берет от родителей И это Огромный Ежедневный Труд Который В основном Ложится На плечи Мамы Ну А папы Должны Помогать Вот И я Очень горжусь Когда моя дочь По-моему Сказала Или сын Где-то там Интервью Брали А как вот Папа ваш А он говорит А наш папа Как мама Вот так вот То есть Все должен уметь Делать И накормить И все Высший комплимент Да Высший комплимент Я ее подкопал И она ее поет Спасибо за жизнь Битлз Джон Байес Пит Сигер Я с ними Со всеми выступал Ну кроме Битлз То есть Мы сделали Ансамбль Юности В институте Я назвал ее Баллада И мы пели Пит Сигер Я не знаю Каким образом Информация пришла Но потом Я выступал С Пит Сигер У меня фотографий Много И с Боб Диланом И Джон Байес И даже Сюзан Вега Вот Потрясающий Камер Все как бы Вот у меня То есть Все о чем Вы мечтать не могли Еще в студенческие годы Все произошло И конечно Она любит И Бардов И она даже Во дворце съезда Участала в концерте Посвященной Аде Якушевой И Тане Висбор Сама Значит Предложила ее кандидатуру А я только Аккомпанировал на гитаре Она учится в школе Где учился сынок У Джава Вот Я очень рад Что вот эти вот Ценности Удалось привить Потому что С другой стороны И попса напирает И все это вот Очень много Критических слов В отношении жанра Бардовской песни Звучат В пространстве Та не хай клевещут Как сказали на Украине Понимаете Не хай клевещут Потому что Авторская песня Я считаю Это вершина нашей культуры Потому что В основе стихи Смысл И музыка идет За текстом А наша культура Как часть европейская Поэтическая Здесь как в Библии Сначала было слово Рок музыка хорошая Сказал я в одном из интервью Все классно Тексты замечательные И позиция жизненная Но музыка Поба Дилана Что он им сделал Все время Соль-мажорчик А бардовская наша А романсы Это вообще Как мне в Америке Там сказали Александр Кушнер Мой любимый поэт Он сказал Знакомство с иностранцами Сильнее привязывает к родине А с его стихами Ушел 20 век Времена не выбирают Не живут Умирают Вот Он Вот если от этих стихов Подталкиваться Я их вспоминал Потому что Очень много узнавал За рубежом Они сказали Романсы Это ноу-хау Российской культуры Романс состоит из пауз То ли у вас слова длинные То ли важные Но все время пауза Эти невероятные То ли важные Это хорошо И так же авторская Это продолжение романса А романс тоже не на пустом месте Видимо из каких-то там Былин Там Гуслеров Слово о полку Игореве Пелось Как открыл академик Лихачев Вот Поэтому это Это очень Ну Единственное что Конечно Ее легко пародировать И потом вот эти вот Там туристы Барды там Вот эти туристы Особенно Которые засоряют лес Они обязательно с гитарой Грушинский Что она мы сделала Мне кажется Они остались в 20 веке Они уже в 21 Не ходят с рюкзаками В 21 веке Такой Бардрок возник Он тоже продолжение Он оттуда идет Я слышал многих рокеров С гитарой Например Шевчука Это вообще Неотразимо Это сильнее чем Шевчук и гитара Простая Фантастика Юрий Юлианович Титан В этом плане И понятно что Титан Просто Ну Шевчук Титан просто И понятно что Одна из его творческих Составляющих Источников вдохновения Это еще и авторская песня А дети что слушают Какую музыку До рэпа уже дошли Докачали Дети не Рэпа нет Рэпа если только Там пародийно К нему можно Только так и относиться Потому что это Такие скороговорки Какие-то Я записал Таблицу умножения Назвал этот цикл Песни Значит Для ускоренного Запоминания И кстати Дети учат до школы И меня благодаря Этой вот такой шутке Выбрали почетным членом Академии образования Вот там рэп идеально Ну покажите пожалуйста Ну просто я написал Девяти стилях Зрительная память Разрушена Глазами ничего Не могут запомнить Ушами не учат Только иностранные языки А ушами учить Даже выгоднее Потому что пока Ты учебник найдешь Это первое Во-вторых Ты привязан А мы дома учим как Вслух читает ребенок Сразу идет И выше И сюда И записывает И потом ты можешь Там портфель собирать Включить Засыпать Включить Проснуться Включить На десять раз Ушами Один только раз Глазами Это вообще Ну-ка А можно послушать Таблицом наживания Таблицом наживания Что я слушаю Семь на восемь Дважды два Помогайте Дети говорят Четыре Дважды три Шесть Дважды четыре Восемь 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 И так далее Две колыбельные Восемь Семь и пять И так далее Блюз Камупельные Вальсы Ну покажите еще Пожалуйста Блюз Ну интересно Трижды семь Двадцать один Трижды восемь Двадцать четыре Трижды Каждый может сделать Просто я первый Питью пять Двадцать пять Питью шесть Тридцать Питью семь Тридцать пять Ну и так далее Это знаете что Это называется у артистов Которые Когда говорят Он такой гениальный артист Что он может Тельфонную книгу сыграть Да это оно Вот это такой Прекрасный музыкант Через уши учится все Гораздо сильнее Антонов Андрей Андреевич Антонов Сергей Петрович Одну из песен Билли Джоэла Где он перечисляет Исторические даты Да We didn't stop the fire Включили систему образования Да Ну потому что там Такая плотность Перечисления событий Там же просто Практически год за годом И понятно что Я придумал тоже Историю Математику Все Только вот Ну как бы Это я за свои таблицы Умножения За свои деньги сделал Жду Жду что Министерство образования Там Россия Столица Там не знаю Вложится А что надо Всталинское время Меня бы Арестовали И Какие там были Эти вот Ученые Как называлось Шарашки Шарашку бы Засунули И чтобы я для Отечества работал Я сейчас работаю На таблице Менделеева Подростка Это называется Кислотная музыка Тоже за свои сделаю Пока дождешь Ну покажите хотя бы Что там Азот с кислородом Тяжелые металлы Конечно Идеаль Конечно Конечно Кислотная музыка Тупая Конечно Но ее можно Тоже в мирных Целях Использовать H2O Там Кальций и цезий Ну Просто очень здорово Можно Но она не так Нужна Как таблица Да, умножение. Кальций и цельсий. Почему? Очень нужна тоже. Схимию тоже в ЕГЭ надо сдавать. Можно еще вопрос другой категории, может быть, чуть более серьезный? Давай сейчас сделаем короткую паузу. Давай. Потом зададим вопрос, прервемся, у нас остается еще время для разговора. В студии Григорий Гладков, и мы сейчас вернемся. Это «Серебряный дождь», программа называется «Отцы и дети». У нас в гостях композитор Григорий Гладков. Мы уже стали говорить о том, что вы перекладываете на музыку таблицу умножений и таблицу Менделеева. А я хотела все-таки спросить, что-то из современных поэтов попадается вам на глаза? Читаете ли вы что-то? Радует ли вас что-то? Конечно, конечно. Самый гениальный поэт, я считаю, Александр Семенович Кушнер. И я его открыл в 1975 году в театре-клубе «Суббота», когда мы занимались и ставили стихи разные. А потом он стал первым лауреатом премии «Поэт России». А вдвоем мы с ним стали лауреатами премии Чуковского. И даже получили денежные премии. Вот это в первой моей жизни был. За цикл «Пой, Вася», детские песни. Ну, Кушнер, конечно, классик уже русской поэзии. А из молодых вы имеете в виду? Читаете ли вы что-то? Да, у меня много стихов, конечно. Мне нравятся петербургские поэты, ленинградские поэты очень. Виктор Соснора, я без ума был от него. Он тоже, кстати, потом стал лауреатом премии «Поэт России». Из молодых мне, из молодых, ну, она, может быть, не молодая, но я обожаю стихи Вероники Долиной. И положенные на музыку, и не положенные на музыку. Просто читать. Я считаю, это гениальный поэт. И сейчас вот Юлий Ким получил эту премию «Поэт России». Мне кажется, Вероника Долина, раз уж к Бардам они подошли, просто заслуживали. Абсолютно, абсолютно. Когда мы жили без затей, написала Вероника в юности, я нарожала бы детей от всех, кого любила, всех видов и мастей. Хорошо к нашей сегодняшней теме. А детский поэт, конечно, Михаил Яснов. Я написал ему на книжке. Миша, когда будет ясно, тогда и гладко. Ну-ка мясо в мясорубку. Ну-ка мясо в мясорубку. Ну-ка мясо в мясорубку. Шагом марш. Стой, кто идет? Фарш. Очень хорошо. Мы, как правило, по ценовой с программы задаем один и тот же вопрос гостям. Как вы считаете, когда было легче воспитывать детей и расти детям самим? В пору вашего детства или сегодня? Всегда трудно. Армянское радио спросили, что раньше было, яйца или курица. Раньше было все, ответила Армянское радио. Очень трудно всегда. Это огромная ответственность, огромная. И огромный труд воспитывать детей. Это прежде всего для родителей, потому что есть такой принцип. Все, что ты детям хочешь лучше вложить, от чего предостерегаешь, ты должен всему этому соответствовать сам. И очень здорово, гениально. На эту тему написал стихи, а я положил на музыку когда-то для одного из фильмов. Юрий Левитанский. Дети, как жители иностранные или пришельцы с других планет, Являются в мир, где предметы странные, Вещи которым названия нет. Еще им в диковинку наши нравы, и надо выучить все слова. А эти звери, а эти травы, ну просто кружится голова. И вот они ходят, пометки делая и выговаривая с трудом. Это что у вас? Это дерево, а это птица, а это дом. Но чем продолжительнее их странствие, Они ведь сюда не на пару дней. Они становятся все пристрастнее, А нам становится все трудней. Они ощупывают переборочки, Они заглянуть стараются за, А мы их гиды, мы переводчики. И не надо пылим пускать в глаза, Пускай они знают, что неподдельно, А что только кажется золотым. Это что у вас? Это у нас дерево, а это? А это небо, а это дым. У нас в гостях был композитор Григорий Гладков. Григорий Васильевич, спасибо вам огромное И за разговоры, и за концерт, фактически, Который сегодня у нас состоялся. И мне кажется, что слушатели получили огромное удовольствие. Мне кажется, что вы вот эту тему, Отцы и дети, вам действительно было что сказать, И вы замечательно это и чувствуете, И в музыке выражаете, И много полезного я узнала для себя. Спасибо. Это был цикл Отцы и дети на волне серебряного дождя. Включайтесь к нам в следующий раз, Не забывайте, у нас такие задушевные, серьезные разговоры. Пока.